Реальная кухня Реальная кухня Реальная кухня Вчера реальную кухню опять курировала Светлана. Она сделала акцент на дисциплине и сходу за пререкание с начальством оштрафовала Александра на 5000 рублей. Олеся и вовсе отказавшись работать под началом управляющего Сандро, была отстранена от кухни на целый день. Вы сегодня работать не будете. Сегодня вы проведете весь остаток вечера. Насколько я знаю, у вас есть чилаут. Поэтому я думаю, что у вас будет возможность подумать. Оставшись в «Эсмирон», участники старались забыть об интригах, и только официант Валера обслуживал зал по собственной системе. У тебя какая-то там выработалась своя схема. Мне удобнее работать с копиркой на самом деле, поэтому я буду работать с копиркой. Я знаю, что эта система не сработает сейчас в нас в зале. То есть вы в этом уверены? Я уверен. Несмотря на урезанный состав, команда отработала прекрасно. Но несмотря на высокую выручку, Сандро обнаружил недостачу и обвинил в этом Валеру. Выручка ресторана составила 87 500 рублей, а общая сумма составила 1 570 900 рублей. На голосование участники худшим признали Сандро, а звание лучшего и премию получил шеф-повар Максим. Как будут развиваться события дальше, смотрите прямо сейчас. Очередной день на реальной кухне участникам вновь предстояло провести под руководством Сандро. Добрый день, ребята. Как настроение? Теплана у нас теперь больше не будет. Спасибо большое, что нам Маран Михалыч выделил этого человека. Да, я теперь узнаю, как можно штрафовать людей. Вы меня слишком часто останавливаете, и поэтому сегодня вы получаете штраф в размере 5000 рублей за то, что вы производите на свет слишком много слов. То, что у нас были непонимания с Валерой, я думаю, мы сегодня найдем вообще все-таки язык. Да, Валер? Да, постараемся. Сандро уже безнадежен, корыстный человек. Вот он будет жить, он найдет свое место под солнцем, и Бог ему там помощь. Моменты по залу мы сегодня доработаем. Будем обсуждать это и с шеф-поваром, и с официантами, кто будут ребята в зале. Наладим систему раздачи. Он для меня, как человек, как руководитель, никто. Когда его не переваривает весь коллектив. Видя негативный настрой участников, Сандро решил вернуть доверие команды. И начал он с Кирилла, предложив ему провести показательный мастер-класс. Кирилл представляет сегодня у нас на мастер-классе Рататуй. Ну что, Кирилл, приступай. Я хочу, чтобы у меня был помощник. Это будет Аня. Он возьми лук и нарежь его, пожалуйста, кубиком. Для того, чтобы все овощи у нас были нарезаны по одинакового размера, для удобства я использую вот эту мандолину, овощерезку. Посмотри, сизолея или не сизолея? Я нам откнула его нож. Жарить, дать им колер, чтобы сок не вышел, чтобы консистенция не испортилась. А к чему бы ты порекомендовал подавать на гарнир Рататуй? И к рыбе, и к мясу. То есть это универсально. Да, да, да. И все, духовку, я думаю, такой размер минут 8-10. Пока Кирилл готовил Рататуй, Сандро затевал заговор против Олеси, и первыми под его влияние попали Саша и Максим. Я объявляю свою позицию, что мне человек вообще неприятельный, я не хочу с ним работать. Во всех делах замешана Олеся. Они могут раскрыться, ребята, они могут спокойно отдыхать. Все происходит под давлением вот этого человека. От него надо избавляться любыми способами. Я вчера посмотрел просто поведение ребят. Они реально терпеть не могут, они ненавидят. Но они под этим гнетом. Как эти. И не важно. Ну это бред вообще, ребята, это бред. Я считаю, что группа единомышленников, я, Сандро и Саша. Олеси мой соперник и собирает вокруг себя клоунов. Мы собираемся всех гасить. Мы начнем с того, кто начнет первый пружинить на нас хвост. Конфронтация может получиться в пятницу. Нет, это отлично. Это отлично. Если мы проголосуем против нее. Это отлично. Смотря как она... Вы боитесь, я не помню, чего? Меня слушай. Ты можешь меня послушать? Ты сам слышишь. Ты что вообще в штаны? Сандра, конечно, еще тот грейпфрут. Но если хорошо подумать, то, в принципе, ничего в нем плохого нет. Просто не нужно вот это вот за спиной делать. Она может сама себя во всем этом утопить. Потому что нам Арахан Михайлович дал понять, что вы ссыкуны все. Вы слабые абсолютно люди, не руководители. Будем, да, потерпеть все это, что с Алисей вы говорили? Я считаю, что нужно привести короткое голосование. Должна она оставаться в проекте или нет? Ну что, все готово? Да, босс. Давно, босс. Сегодня вот такая будет подача, да? Да. Все прекрасно, овощи хрустящие. Нам можно попробовать? Татуи. Да, конечно, подходите, пробуйте. Полагаясь на мультик рататуй, мне казалось, что должен быть какой-то секретный ингредиент, который вот украшает совсем простые овощи. И ничего такого сверхъестественного я не увидела. На мой вкус я бы добавил немного туда еще соли и чеснока. Просто на рагу похоже это вот сейчас на самом деле. Перестояли овощи в духовке и, ну, чуть-чуть бы специй побольше. Мне нравится. Мне даже вкус нравится на самом деле. Такой женский вкус. Рататуй мне не понравился. На самом деле, ему стоило бы еще немножко поучиться. Максим. Да. Мы вводим это блюдо в меню и доработаем. Да. Давайте поаплодируем Кириллу. Спасибо ему за мастер-класс. Субтитры сделал DimaTorzok С меня, что ли, потом спрашивать о том, что ты не пойдешь? У тебя Аня. И Таня. Нет. Почему? Татьяна мне в зоне. Да, до упора мне пускай помогает на кухне, а потом идет в дом. Я хочу, чтобы Олеся отдыхала. Тебе нужно сначала это обосновать. Я не согласен с этим решением. Пока что я с ним вел себя как ребенок. Если придет пора достать ножи, да, я их достану. Распределение ролей на вечер прошло быстро. Кирилл и Анна в очередной раз попали в подчинение шеф-повара Максима. Саша был отправлен на мойку. На основании чего? Я могу просто вас попросить, Александр, чтобы вы сегодня поработали на мойке? Олесю Сандро назначил метрдотелем. Олесю мы достали из ада. Я ее поставил сразу же администратором в зале, чтобы посмотреть на ее работу. Он меня поставил сегодня администратором, чтобы подставить. Меня дико ненавидит в глубине души, презирает. Как бы он ни старался перетянуть ребят на свою сторону, это не получается у него никак. Чувствуя негативный настрой участников, Сандро и дальше повел игру, применяя тактику переманивания на свою сторону. Первой жертвой стала Женя. Первое я хотел бы растопить уже к тебе сердце. Спасибо. Я не хочу, чтобы кто-то тебя расстраивал здесь. У тебя завязываются отношения с Кириллом или у вас ничего нет? Я думаю, что все-таки Жене не нужен Кирилл. Я не думаю, что он сможет быть той опорой, которая ей нужна. Ей нужен сильный мужчина. Ты же знаешь сам, Сандра, что я не играю. Мне нравится этот человек. Пока есть так, как есть. Я вот общаюсь с Кириллом плотно. Он меня очень здорово поддерживает. Он мне помогает, да, конечно, справляться с всей этой ерундой. У вас есть аура какая-то своя. Я вижу, что кто-то туда лезет и ее нарушает. Я так думаю, что это делает Олесь. Кирилл на меня не давит. А остальные все проблемы я могу решить, в принципе. Если что-то вдруг произойдет, чтобы ты в первую очередь пришла ко мне, как друг. Я тебя поддержу. Хорошо? Смотрю, какой хитренький, да. Следующей на очереди была Татьяна. Танюш, если какие-то недопонимания происходят, давайте их вместе. Я говорю об этом тексте. Я тебя услышала давно. Я думаю, ты видела. Были моменты, да. Я заступаюсь. Я хотел бы, чтобы это было так дальше. Он хотел меня переманить, скорее всего, на свою сторону, чтобы я его поддержала. Я ему сказала, что я ни на чьей стороне не нахожусь. Но в любом случае я реагирую на все его указания как руководителя. Пока Сандру ловил в своей сети участниц, Анна трудилась на кухне над фирменным соусом. Соус получится вкусный, но густоватый. Я добавлю воду архиз для того, чтобы сделать его нужной для меня консистенцией. Немножко архиза, негазированного. Промешиваю. И вуаля, соус готов. Кирилла Сандра тоже попытался затащить в свою команду. Такое у меня ощущение, что мы опять с тобой отдалились. Не, ну ты сейчас босс. Я хочу узнать, есть ли давление на вас со стороны Олеси. Олесе просто негатив приносит. Ну, а почему нельзя просто от этого избавиться, если есть такой негатив? Провоцировал на то, чтобы я как-то отреагировал против Олеси. Ну, это полная ересь. Олесе честный человек, искренний. И в ней хорошего-то, я думаю, гораздо больше, чем в Сандре. Что там раздают в кабинете-то? Там открытым текстом. Что открытым? Пристают? Да. Я пойду с ножом. Там все против одного человека. Олесь, против тебя, что ли, настраивают? Да, да. Не сдают позиции. Сандра выступает как человек, который против заговоров. И когда реально вот-вот, давайте все, ребята, Олесю сольем. Это что, не заговор? Я пошла. Пусть хоть иголки под ногти загоняет. С первого дня для меня показался моральным уродом. И сейчас он мне лишний раз это доказывает. Мне очень тяжело, очень тяжело с этим бороться, вот правда. Ты спряталась, чтобы поточить? Я ворую труфеля. Перед открытием ресторана Сандра решил провести пятиминутку, дабы дать свои ценные наставления. Что у нас по кухне, шеф? По кухне все в порядке. Готовность номер один. Олеся, как у нас дела в зале обстоят? Отлично. Я не вижу полной готовности. Полная в зале готовность. Я еще раз говорю, я не вижу полной готовности. Я еще раз говорю, вы сейчас забрали ребят на планерку. Какие вопросы? Вы будете пререкаться? Не надо мне сейчас меня обвинять. Я еще раз спрашиваю. Вы все видели. Давайте закончим. Да, я буду пререкаться. Я уволена? Ты оштрафована сегодня. Хорошо. Она тут же нахамила, нагрубила. Я ее предупредил о штрафе, она ничего слушать не хотела. Он моральный урод, это же видно. Да просто уже рожа его бесит. Ну не могу я его вообще никак воспринимать. Я вас прошу, сегодня все улыбаемся. Если будет кто-то сегодня грустный ходить, этот человек будет оштрафован. Он думает, что то, что комфортно ему, комфортно всем. Это не есть хорошо. Надо спрашивать у людей, потому что мы все состоявшиеся. Управляющий, мы столы не поделили. Олеся, второй, пятый, восьмой гостей мы пока что не сажаем. Я прошу прощения, Сандро. Как я буду объяснять гостям, почему я не могу их посадить за этот стол? Вы объясните, что у нас сегодня такие правила. Хорошо, я скажу, у нас такие правила, их придумал управляющий. Если хотите, я могу пригласить вам его, правильно? Мне так это надо сказать? Хорошо, Олеся. Значит, давайте вы просто становитесь сейчас зал официантом и занимайте вот эти три позиции. Давайте. Зачем мне бессмысленный работник, администратор? Постоянно какие-то возникают ситуации, и я поставил на официанта. В состоянии всеобщего напряжения и без метр до отеля ресторан все же готов был принимать гостей. Добрый день, меня зовут Олеся. Добрый вечером. Я буду сегодня вашим официантом. Здравствуйте. Готовы сделать заказ сразу по напиткам или я могу порекомендовать вам что-нибудь? Гости пожаловали не одни, а прихватили с собой пару ядовитых змей, которые очень быстро сориентировались и решили покинуть ресторан. У нас змея пропала. Это очень важно. Суету не наводим в ресторане. Где они? Вы меня не слышите? Нет. Угомониться можно? Нет. Что это происходит? Эти подскочили, змеи, змеи. Этот Сандро их держит. Какие змеи? У Сандро началась паника. Вообще, он дико растерялся в первое время. Я, конечно, так немножко тоже сдернулась, потому что у меня сразу при них такое ощущение, прям мурашки по коже. Не преданите его. Второго ищите, где второй? Нужно было в моменте среагировать или бы просто весь зал мог убежать и все. Уважаемые гости, прошу прощения за этот концерт. Продолжайте кушать, у вас все разрешилось. Возьмите, пожалуйста, рассчитайте с меня, и я бы попросил вас выйти из нашего заведения. Вы когда мне сказали, что у нас в ресторане змея, я почувствовал, как попадает круто Сандро. Мне стало очень весело. Что там, змеюка? Да. Она не кусается, что ты ее боишься? Уже, открой. Сюрприз со змеями был не последним подарком от гостей в этот вечер. Могу я вам что-то порекомендовать? Знаете, Олеся, вы мне очень нравитесь. Спасибо. А случайно можно поинтересоваться? Вы провинциалка? Нет. Вы же не из Москвы? Из Москвы. Москвичка? Да. У вас лицо наивной девушки? Ну, я такая есть, к счастью. Правда? Угу. У вас много молодых людей? Что, простите? Много молодых людей? Это личный вопрос. А мужик-то у тебя вообще есть? Ну, прямым текстом начал мне говорить, а он тебя вообще нормально там чпокает, не чпокает. А вообще ты можешь тебе мужика найти. Ну, и начал меня морально вот как бы гнобить. Я взяла себе в руки в этот момент. Девушка, можно я еще закажу? У вас все это будет вообще? Да, да, все это. Честно, я растерялась просто. Но у меня все выбило из колеи, и оставалось либо лупить его стульями вообще-то. И первый просто, кто мне попался на глаза, это Макс. У меня там парень лапает, давайте завязывай это самое, либо убирайте его, он уже шлепает мне. Сандро, подойди сюда. Молодой человек в очках шлепает меня. Руки распускают. Разберитесь, пожалуйста, я к нему больше не подойду, обслуживать его отказывают. Но Сандро вместо того, чтобы защитить свою подчиненную, не разобравшись в ситуации, потребовал, чтобы Олеся извинилась перед гостем. И продолжал его обслуживать. Олесь, его не нужно будет обслуживать. Гость обижен для тебя, что ты велась с ним по-хамски. Я вам просил, что ты изменилась. Не, я не буду извиняться, я ничего не сделаю. Он меня лапал, я не буду извиняться. Я его отлично обслуживаю. В прямом. Ты не знаешь, что такое лапать? Олесь, ты просто подойди, извинись сейчас. Ты меня услышал, да? Я говорю, мне не за что перед ним извиняться. Объясни, мне за что? Конфликт между Олесей и Сандро разгорался все сильнее. Масло в огонь подливал наглый гость, который требовал, чтобы ему принесли извинения. Жду извинений. Могу ли я дождаться? Я не оплатил сейчас. Оплатите, пожалуйста. Я три раза перед вами извинялся. Вы продолжаете бунтосить. Я уже понял, что это реально конфликтный гость, что просто нужно выводить из заведения. Мне нужно применить силу сейчас, чтобы вас вывести. Сила? Какую? Право, силу. Какую? Я управляющий этого заведения. Мне не нужны от вас деньги. Сумку забирайте, покиньте из заведения. После закрытия ресторана весь разбор полетов крутился вокруг темы конфликтного гостя, который оскорбил Олесю. Сандро, я не хочу работать под твоим началом. Ты отвратительный управляющий, ты отвратительный человек, моральный урод. Так что извини, но вот мне с тобой будет тяжело. Давай сейчас не будем на личности переходить, хорошо? Я считаю, я все сделал правильно. Меня ни капли сомнений не мучает. Они слушают Олесю. Это первоисточник, который в красках рассказывает им какие-то истории, которых на самом деле нет. Хамы приходят в любой ресторан. Я тебя просил несколько раз подойти, после чего ты сказал. Я буду извиняться, ты мне пять тысяч дашь. Олесь, я тебе лично заплачу пять тысяч, подойдешь и извинешься. Просто нужно исправить ситуацию. Но мне не за что перед ним извиняться, Сандро. Ты войдешь сейчас. Понимаешь, мне гордость не позволяет. Я не думала, что ты настолько конченый человек. Сандро, это удар по самолюбию, по женскому, когда тебя начинают сравнивать. А Рам Михайлович воткнул бы ему половину в голову за это. И выгнал бы его за шкерман. Ребята, что ты сделал? Ты в итоге конфликт свел на нем, дом чуть ли не до мордобития. И мы в минусах. Ни в каких мы не в минусах. Четыре тысячи тысячи долларов не минус. Я могу перед вами извиниться, но сегодня Олесе, это был третий конфликт за сегодня. Поэтому я принял такое решение, отстранить ее от работы. Ну это жесть, я не знаю. У меня просто нету... Цензура не пропустит мое высказывание в его сторону. Полный ноль в ресторанном бизнесе, он показал это. Теперь настало время выбирать лучшего и худшего участника дня. Сумма сегодняшней выручки составила 140 тысяч 700 рублей. А общая сумма сегодня составила 1 миллион 686 тысяч 800 рублей. Благодаря Олесе мы потеряли сегодня 15 тысяч рублей на штрафах. Интересно, за что и огласите, пожалуйста. Напоминаю вам, за что вы были сегодня оштрафованы первый раз. Первое, за пререкание. Второе, за хамство и оскорбление. В мой адрес. Сандрот, я не хочу работать под твоим началом. Ты отвратительный управляющий, ты отвратительный человек, моральный урод. И третье, за отказ разрешать конфликтную ситуацию. Если ты не хочешь решить этот нормальный вопрос, мне придется уволить тебя сегодня. Мне выйти из зала? Ты должна передать полностью. Хорошо. В общем, понятно, вы потеряли 15 тысяч из нашего банка, вычли их за счет. Так что выражайте свои мысли яснее, пожалуйста. Я предельно ясно выразился, я надеюсь, все меня поняли. Мы переходим к нашему голосованию, лучшей и худшей. Вся команда была единодушна. Сандро был признан худшим. В защиту его высказался только Максим. Олесь, я не совсем одобряю, как ты общаешься с руководителем. Хотел бы объявить, да, лучшим Сандро. Ну, так как я не могу голосовать против руководителя. Макс выделился, как всегда, мы поржали. Макс вообще ведет какую-то свою игру. Мне просто интересно, в какой момент он даст Сандро по голове. По моему мнению, сегодня лучший – это Максим, худший – это Олеся. Спасибо. А по итогам сегодняшнего вечера худший – я, господа, а лучший – Максим. Максим, подходи за премию. Что, любимая? Сила и честь, братское сердце. Спасибо всем. До свидания. Доброе утро, ребята. Как настроение? Отлично. У нас сегодня, уважаемые гости, ведущие утреннего шоу «Black to White» на радио «Энерджи» Саймон Морозова и Горностаева. Последние там 3-4 месяца я сидела на этом радио. Каждое утро, когда я еду на работу в будни, я их слушала программу. Мне они очень нравятся, на самом деле. Давайте красивое их премию, что-нибудь испечем, накроем стол. Согласны? Да. Тогда пойдемте готовиться. Пойдем. Участники разделились на две команды. Парни занялись подготовкой зала-ресторан, а девушки готовили для гостей вкусности. Мы готовили печенье и трюфеля. Было круто. Мы подогреваем 125 грамм сливок и 75 грамм молока и растапливаем 375 грамм темного шоколада. Потом это все дело смешиваем. Потом достаем из холодильника готовое. Татьяна, мне кажется, Алиса вас нахлопит сегодня. Не давайте ей разговаривать. Сначала девочки планировали делать это вдвоем. Я им предложила, давайте сделать это подчетвером. Будет как бы весело. Просто разделимся там на какие-то команды. Чайные пары поставим. Десертные вилка-нож. А, ну, соответственно, салфеточки поставить. А ты что-то сегодня как-то не так выглядишь, что ресницы забыл накрасить. О, подводочку сделай, да. Стрюмочку в внутрь. Закусить шоколадом. И все. Вот как правильно надо подходить к делу. Дальше мы добавляем 25 грамм сливочного масла. Дальше мы быстро перельем все это в кондитерский мешок. И на несколько минут уберем в холодильник, для того, чтобы масло чуть-чуть застыло. Весело очень провели время с девочками на кухне. Почаще бы так, без мальчиков. Ну, вообще спорили, конечно, много. Ну, это так всегда. Две-три хозяйки, четыре особенно на кухне, это жесть. Вилки-ножики наше печенье есть. Это было бы глупо, мне кажется. Вилки. А что, у нас трюфель будет? Да, у нас будет трюфель сегодня и печенье. А чем их есть? Не ножами же, вилками? Пальцами. Бойтесь меня, у меня скалка. Нам легче работать вчетвером. Хватит. Женя, хватит. Давай круглый делать печенье нормальное. Можно есть сырое тесто? Какой же заворот кишок? Нормальное печенье? Просто, наверное, что такое? Быстро лепим и выкладываем. Девчонками больше находишь общий язык. Ребята всегда, они наши способности, как-то, немножко принижают. Больше получают нас. У вас сколько времени? Все, мы уже почти готовы. Почти готовы. Сейчас печеньки приготовить. Времени очень много. Ну, минут пять. Да, минут десять. Десять минут. Девушки очень быстро и оперативно приготовили шоколадные трюфели и печенье. О, какие! Какие они красивые! А сейчас я достаю трюфели и тарелочкой. Печенье еще не успело остыть, а гости были уже на пороге. Привет, ребята! Привет! Здравствуйте! Мы как-то рассчитывали, что хозяева уже будут сидеть за столом, мы придем, скажем красивое слово. Вообще у нас много общего. Вы готовите ржете, мы готовим ржом. А кто у вас самый конфликтный? Олеся! Олеся! Многие верят, что Олеся и Сандрова у вас какой-то роман. Нет. Я люблю мужчин, а такие вот меня не заняли. А это же мужчины все-таки. Нет. Ребята, а вы бы не хотели меня пригласить в себя на эфир? Это будет ваш последний эфир, я вам посоветую. Надо, чтобы вы приехали вместе со социалистами. О, Боже, у Бойки! Там будет рестлинг, да? Я с Таймоном, я видел у тебя красный микрофон, как раз бы я его вставил, наверное, там, прям в прямом эфире. Беседа получилась классная, пока в нее не вступил Сандро, который нас всех опозорил. Да, ведущие охренели, вообще пару раз там в лице поменялись. Давайте мы уже, наверное, прервем трапезу. Сандро, проводи нас, пожалуйста. Мы подумаем, кого из вас пригласить на эфир в такую цель. Мы шутили, общались, веселились. Я не увидел в них ни какой-то горечи, ни сожаления, ни тем более, что им что-то не понравилось. Проводив гостей, участники вернулись к своим обязанностям. Сандро вновь стал строить из себя начальника и вести борьбу против Олеси. Я хотел сегодня уволить Олесю. Я против этой затеи. Я тоже против. Нам не хватает рук. А почему она должна отдыхать, это я не согласен. Я думаю, что ее надо поставить на бар, она очень хорошо там справляется. Нет, в зале она мне не нужна. Я тогда ставлю, сегодня мы. Заручившись поддержкой коллег, Сандро приступил к распределению обязанностей на вечер. Шеф-повар у нас Максим, су-шеф Кирилл, Александр, ты будешь на холодном и на десертах. Танюша у нас также будет сегодня на кухне. Жень, ты закрепляешь бар сегодня. Валера и Анна в цанде. Олеся на мойке, отмывает свою репутацию. Я сегодня на дискотеке, да? Надо напиться воды. Возможности не будет, будет много работы. Ребят, а сейчас все идем переодеваться. Попав на мойку, Олеся сперва старалась упорядочить свою работу и работу коллег. Саш, ну ты что, башкой думаешь, там на мыленную посуду? Это обычная, это курая. Миллион раз сказала, да не надо все равно на мыленную сливать. Кого? Я только подошел тебе. Да, специально хожу, тут посуду пачку. Но потом, затаив чувство обиды на Сандро и сложившуюся ситуацию, тихо ушла в себя. Маля, макали, ля, каля, лиля, ага, уля, ля, каля. Натальникам он завтра домой. Так, домой, начальникам он. Женя, у меня тут один недуг случился. Я сейчас уведу к врачу. Ты сможешь пока в зале меня заменить? Сейчас я вдруг открыть и не успею. Хорошо? Я не знаю, что-то с ним случилось. Я на его место встала. У меня ничего в этом сложного не было. Единственное, что это все с баром в параллель шло. И получилось так, что я не успела доделать свои заготовки на бар. Пришлось попросить Олесю, чтобы она меня как-то подстраховала. Олеса, сможешь, если что, мне помочь, короче? Там Сандро хотелось бы отправить вроде как в больницу или еще куда-то. Вроде не очень хорошо чувствую. Боженька, наказала бы начальникам! Олеса сошла с ума. Вот она гонит с возрастом, все пройдет. Что такое хмурое? Друга-то моего в реанимацию увезли. Да что ты говоришь? Да. Он уехал, а потом Женя заявляет, что давайте соберемся. Я ее спросил, кто тебе сказал, что ты право голоса имеешь. Вот этого момента я не до конца понял. Максим, у тебя как? Все готово? У нас все в порядке. Все в порядке. Меню у нас все прописано. Я, Олесь, хочу попросить тебя заменить меня на какое-то время на баре. Да. Да. А вас, ребята, я очень сильно прошу, вы свои какие-то кастрюли, которые вы можете мыть сами. Мойте, пожалуйста, сам. Теосаш тоже особенно вот к тебе обращаюсь. Все, можно работать? Я не очень вижу Женю на позиции управляющего. Я неделю стоял на майке, и как-то мыть еще посуду один день для себя не очень хотелось. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер с нашими стараниями. Давайте я провожу вас за вашу службу. Вы знаете, у нас сегодня 50-летие свадьбы. Ребята, у нас гости, у них 50 лет свадьбы. Да. А они все. Давай что-нибудь придумаем. Что мы можем? Десерт с собой просто дадим. Ну, я... Да, да, да. Да, да, да. Макс, вынеси сам, ну, мужчина с бородой. С Сандро не было, ей надо было как-то выходить из ситуации. Она отличный работник. В зале сегодня хорошо очень работала. Я приехал, все встают на свои места, на рабочие. Олег, ты на мойку, ты в бар. Спасибо, Жень, что ты меня брокировала. Человек откликнулся в помощи мне. Тем более, не имеет этого опыта. Ту задачу, которую я ей поставил, попросил, чтобы она меня поддержала, она выполнила ее. Милая. Ну, это только ты этому взяла, честно. Спасибо большое. Я хоть плачу, честное слово. Защитилась, дети вас сам рады. Классно. У вас тут так классно, улыбка, красиво, вкусно. Спасибо. Мы редко выходим в ресторан, и для нас это, ну, просто событие. Поэтому понравилось очень. Кто там? Голос. 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 Что-то весну умерло, проще. Хорошо, сейчас я разберусь с поваром. Сегодня у нас были моменты, когда мне возвращали официанта тарелки. Шеф, посмотрите, пожалуйста. Это фигня какая-то полная. Я отдавал без волоса. Ну, я не знаю, соберите, как-нибудь с этим. Давайте решать. Я воспринимал это как оскорбление себя. Когда я стою на отдаче, я рассматриваю все как микроскоп. Волосы всталать такого-то. Вообще приятно. У нас ни у кого нет. Это макс, наверное, волосы подразличие. Это я, короче, если гарнир взял, посыплю муравья. Сервис хромает. Если не будет меня, у них будут огромнейшие проблемы. Они вообще даже не понимают той ситуации страшной, которая их ждет. Спасибо. Валер, десятый стол. Там поели уже. Ты что, издеваешься? Ты просто сказал три задания за 10 секунд. Ты нормально вообще? Ты стоишь вообще, не понимаешь, что ты стоишь? Вообще ты стоишь. Чего я бегать должен? Не пойму, за вас. Без вот этой руки. Чуть еще четыре стоять. Проблемы с подачей блюд в этот вечер возникали не раз. Несколько гостей пожаловались на наличие волос в еде. Один даже обратил внимание на грязь на тарелке. И всех этих гостей, к несчастью, обслуживал официант Валера. Откуда у нас уголь? У нас нет угля на кухне. Вы обойтись. Подойди с официантом. В смысле решать? Что решать? Они не отказались есть. Как решать? Как ты выносил блюдо? Ты можешь доказать? Ну и докажи, значит, что оно было нормально. Ты что, пошли со мной. Я тебе покажу, как это сделаю. Да, я не идеальный официант. Я повар. Вам официант вынес нормальное блюдо, которое шеф-повар проверяет перед отдачей. И это уже появилось как-то у вас за столом. Вот Валерий официант, который вас официал. А я могу объяснить или что? Я вынес нормальное блюдо. Что я могу объяснить? Во-первых, не таким тоном. А каким? Я хотел бы услышать. Вы выносили, когда ставили блюдо. Вы видели, оно было чисто? Конечно. Оно было чисто. Я не видел, кто это сделал. Что-то должно быть с психикой у человека ненормально, чтобы он сказал, я не знаю, как я не знаю, ты выносил это блюдо. Что ты раздуваешь? Поменяли и все. Что-то тебе, наверное, скандал или что-то не надо понять? Он мне сказал, ты меня будешь учить, как работать? Ну все, разбирайся, давай работай. Работяк, говоришь. Сандроцеленаправленно меня ставит в официанты и пытается подловить. Я слушался его первое время, а потом вижу, что он просто-напросто сам в растерянности. Валерий, ты сегодня оштрафовал про такое поведение. В чем дело, я хочу знать, что случилось с моим блюдом? Тарелок, дороги, испачкал тарелку. Еще кончен или что? Кончен, ты еще один раз, ты такое скажешь? И что будет? И что будет? Вот будет второй штраф. Задай вести своими штрафами. Два штрафа навалялись. Уже я разбираюсь. В смысле? Я разбираюсь. Я сейчас подойду, если надо. Я не готов, если честно, штрафовать. Он не понимает. Я считаю, что если человек не понимает штрафов, то уже только попахивает это увольнение. Что, запыхался? Не хочешь воды? Конечно хочу. Есть водичку? Да, конечно. Ну слушай, архиз такая полезная вода. Здесь и кальций, и натрий, и калий, и магний, и йод. На, попробуй. Здорово. Весь вечер Сандро был недоволен работой Валеры. И на подведении итогов их разборки стали главной темой. Мы сегодня все убедились в вашей некомпетентности, как начальника. Мне было сегодня непросто. Вы это видели, и несмотря на это, вы за 10 секунд умудрились мне дать 3 штрафа. Еще один раз ты такое скажешь, второй штраф. И что будет? Вот будет второй штраф. Задоивись ты своими штрафами. Два штрафа на Валере сегодня. Я вас предупредил, когда вы подали первому мороженому две вилки, после чего вы тут же выносите на следующий стол опять же вилки. Валер, ты издеваешься на гостях? Какие вилки? Как ты вилки положил в мороженое? Это десертные вилки. Ты вообще нормальный человек? Вы считаете, это причина для того, чтобы штрафовать не только меня, это деньги общие, всех на 5 тысяч? Он решил сделать из этого проблему. Наказал не меня, наказал всех ребят. Бить деньгами – это последнее дело. Валера, он меня сегодня оштрафовал за то, что я ела. Олесь, Светлана предупреждала, в рабочее время никто на кухне ничего не ест. Штраф сегодня тебе. Штраф за то, что я ем, не успела днем поесть? Хорошо. Ребята, вы все слышали? Меня оштрафовали за то, что я ем. Все, Сандро, вы сегодня умерли для меня в отличность. Ну а почему нельзя улучшить сервис? Не убирается вообще в зале посуда. Только вот управляющий у нас ходит, собирает грязную посуду. Официанты не убирают со столов. Можно уберу пока? Да убрать можно тарелочку? Нет, мы так начали. Мы так начали. Спасибо. Сегодня был ужасный день. Занеты мое самолюбие. Волосы, угли какие-то. У меня настроения просто нет. Шеф. Да? Молодец. Волос? Мне сейчас как решить этот вопрос? Я не знаю. Ты управляющий, ты реши этот вопрос. Мы сами себя топим. И продолжаем опять же. Это вы и нас топите, уважаемый. Можно мы до моря? О, Олесь, собрать чемодан и ехать домой. Хочу с ребятами. Не разговаривай с ним еще. У меня уже нет надежды, что Сандро человек вообще. Он просто животное. Он ведет себя как животное. Я не знаю. Ребят, делайте выводы, как будем дальше работать. Находясь в полной конфронтации с коллегами, Сандро должен был подвести итог. Кто из участников худший, а кто лучший? Ребят, итак, сегодня мы заработали 93 тысячи рублей. За минусом 35 тысяч штрафы и 10 тысяч рублей премии. И всего получается 58 тысяч рублей. А общая сумма составляет 1 миллион 744 тысячи 800 рублей. А теперь перейдем к выбору лучшего и худшего. Начиная с Олеси. Худший, Сандро, ну ты, конечно. А лучшая сегодня Анечка, конечно же. Моя прекрасная и любимая, и замечательная. Как человек она мне очень-очень симпатична. Я к ней очень-очень хорошо отношусь. Я считаю, что она многого добилась для своих лет. Лучше, ну, подержу Валеру. Молодец. Несмотря ни на что, справился. Другой бы человек, психанул бы, просто бросился и ушел. Ну, а худший это выбор. Валера молодец, да. Основную нагрузку взял на себя. За что, собственно, и получил от Сандры. Сандра вообще не права была. Нельзя было кричать при гостях на Валеру. Ну, это ужас. Я тоже хочу отметить Аню. Несмотря на то, что, конечно, официантская работа может быть не совсем то, чем бы ей хотела заниматься. Но супер, молодец. Ну, и Сандра у тебя, потому что руководитель такси не будет. Хаймон, я видел у тебя красный микрофон. Как раз бы я бы его вставил, наверное, там, прям в прямом эфире. Хочу отметить сегодня лучший Аню. Худший, Сандро, ты хватит по всякой фигне штрафовать. Ты же у нас деньги забираешь, у себя же ты их сам забираешь. После того, как он объявил сумму, на которую он всех оштрафовал, я, честно говоря, немножко подофигела. Нельзя, есть предел какой-то. Лучшее хочу отметить Аню, потому что на самом деле было очень тяжело. Есть от нее обаяние и улыбка. Она меня очень сильно поддерживала. А худшим вас, Сандро Новыч. Этот человек просто умер для меня. Я просто прощаю и отпускаю, потому что обида – это не есть хорошо внутри себя. Я просто его игнорирую и иду дальше. Остальные участники также назвали Аню лучшей, а Сандро – худшим. За исключением Максима, который, как всегда, поддержал руководство. Лучше Сандро. Поддержу руководство. Худший – Валерий. Потому что он сегодня был наказан на 15 тысяч. И эти 15 тысяч у нас вычитались из нашего фонда. Валер, хватит реверкаться с руководством. Ну, я тебя очень прошу. Ты знаешь, как я к этому отношусь. Но я вас сегодня останавливал несколько раз обоих. В чем дело? Я хочу узнать, что случилось с моим блюдом. Валера, по дороге испачкал тарелку. Он не мог объяснить. Еще кончен или что? Кончен. Второй штраф. И что я разбираюсь с этим блюдом? В смысле? Я разбираюсь. Я сейчас подойду, если надо. Я отдавался раздаче этого блюда чистое. Худшее я назову сегодня Олесю. Так как этот человек вводит в заблуждение всех ребят. Продолжает ругаться матом. Продолжает допускать те ошибки, которые уже были сказаны Светланой. С сегодняшнего дня будет введена система штрафов. Если вы будете ругаться матом на рабочем месте, ваш приз будет уменьшаться на 5000 рублей. Это касается всех ребят, в том числе и руководителя. Я считаю, что такой человек опасен для общества. Поэтому я голосую лучшим за нашего уважаемого шеф-повара Максима. Так как этот человек помогает мне во всем, что касается у нас в ресторане. Ребята там говорят, что Сандро у нас конченый чувак. Ну, что он управлять никак не может. Но я считаю, что они не правы. Ну, начальство нужно поддерживать всегда. Ну, если это начальник, пусть он даже и дурачок по жизни. Нужно его слушать. Так как Арам поставил, ну, не зря поставил управляющим. Так как вы продолжаете выдавать мне шаурму плюс, поэтому в этот раз я поступлю так, как мне нравится. Я определил человека, который будет управлять вашим рестораном, Данилов Сандро. Ребят, задумайтесь о своем выборе, потому что сегодня мы топим одного, завтра вы утопите сами себя. Я обоснованно подхожу к ребятам, делаю замечания и штрафы, которые у нас уже ввели. И не мной, это было придумано. Они все равно продолжают делать нарушения, они продолжают не считаться со мной. Общий итог. Лучшая у нас Анна. По итогам сегодняшнего дня Анна получает премию в 10 тысяч рублей. Худший я. Всем спасибо, до свидания. Спасибо. То, что здесь творится, вот мое отсутствие, его назвать только словом бардак. Шашлычная твоя стихия, Сандро. Если он управляющий, ты обязана безоговорочно выполнять все его приказы. Он очень негативный человек. Мышь. Никогда больше никаких банкетов я не буду делать. Почему, Макс? Потому что это бред. Худшим на этой неделе, и, соответственно, человеком, который покидает, правильно? КОНЕЦ